МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед играми в Рио такая ситуация была. Обвинили наших спортсменов в употреблении допинга. Многие ребята не поехали. Вы, как человек спортивный, как считаете, психологически надломило это наших спортсменов? Безусловно. Энтузиазма им это точно не прибавило. Самое главное, что ребята, которые в 4-летие отдали подготовки к этим Олимпийским играм, мы знаем, что спортивные живут в своем летоисчислении. Они живут от Олимпийских игр к Олимпийским играм. Ребята, которые переносили очень большие лишения, колоссальные нагрузки, ни семьи, ни детей, никакой личной жизни. И вдруг непонятно по каким причинам им говорят, что какой-то Макларен что-то там написал, непонятно, понимаете. И ребята не могут принять участие в Олимпийских играх. Естественно, это нехорошо, это неправильно. И это, конечно, ребятам нужно пожелать, чтобы они это пережили, потому что это трагедия. Это такая маленькая человеческая трагедия на самом деле. Кто-то ж уже больше и не сможет съездить на Олимпийский. Для кого-то это последние могли бы быть. Для кого-то могли быть последними, для кого-то это вообще первые и последние, для кого-то вообще первые. И неизвестно, как судьба сложится. Это же спорт. Поэтому это, я не знаю, для меня, я никак, кроме слова, возмутительно это я назвать не могу. Ну и, естественно, тем, которые все-таки приехали туда, тоже потрепали изрядно нервы. Кого-то допустили в последний день, как Юлию Ефимову, допустим. Человек до последнего не знает, будет он завтра выступать или не будет. Это при таких колоссальных нагрузках, при такой колоссальной... Потому что несколько лет уже готовился. Да, при колоссальной конкуренции, когда здесь каждая секунда отдыха дополнительная важна. Важно то, как спортсмен подойдет, как он расслабится, как он отдохнет перед стартом. А тут сплошная нервотрепка. Ну, конечно, это не есть хорошо, это не есть правильно. И вообще, я повторюсь, это возбудительно. Нас интересует, конечно же, Сергей Федоровцев. Вы с ним пообщались, как-то успокоили его? Я с ним на постоянной связи. Буквально на этой неделе должен подъехать в Ростов. Для него это, конечно, тяжелая трагедия. У него жизнь вообще так интересно сложилась, спортивная. В 2000 году он прошел все отборочные соревнования и очень тяжело заболел. Не попал на Олимпийские игры. Потом три Олимпиады подряд. Четвертый, восьмой и двенадцатый. И вот сейчас отобрался на Олимпийские игры. Выиграли Кубок мира, выиграли квалификационные соревнования. И опять не попал на Олимпийские игры. Получается, что вот два олимпийских цикла он отпахал, заработал право выступать, и вот две Олимпиады он пропускает. Они зависящие от себя причинам. Поэтому, конечно, это и печально, и он очень тяжело это все дело переживает. Ну, я думаю, он достаточно сильный парень. Справится и будет двигаться дальше. Ну, спортсмены вообще сильные парни. Да. 16 человек у нас отправились, от донских представителей, на Олимпиаду. Вообще, как оцениваете состав сборной Ростовской области? Ну, не сборной, да, Ростовской области спортсменов. Это сильнейшие наши люди, сильнейшие люди в стране. К сожалению, уже Илья Хоменко, он сегодня как раз ночью прилетает, уже отсоревновался, не попал, к сожалению, в финал. Но он спортсмен молодой, ему 19 лет. И все впереди еще. У него, да, у него все впереди, действительно. И он достаточно неплохо проплыл первый заплыв, занял третье место в серьезном заезде. Чингиз Лобазанова у нас выбыл тоже из борьбы, к сожалению. Абдрашидов тоже проиграл свой бой. Но у нас еще есть надежда. Денисенко, Олег Семенов, благодаря большей надежды. Причем очень серьезные надежды. Да, у нас Денисенко впереди. У нас Ислам Магомедов борьба. Борец. У нас Влада Чигирева, синхронное плавание. Поэтому мы еще надеемся на медали. И все вместе держим кулаки и болеем за нашу гонбольную команду. К сожалению, там тоже без потерь не обошлось. У Ани Седойкиной разрыв связок крестовидный. Но девчонки пока держат марку. Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся, потому что мой коллега Лев Клинов уже спешит познакомить вас с другими новостями донского спорта. Лева, привет! Спасибо, Роман. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня речь пойдет исключительно о футболе. Желто-синий Ростов выиграл первый тайм-матч с «Зенитом». Но очков из Питера не увез. В Питере бить и прессинговать. Новый наставник «Зенита» Амир Челуческу активно задействует в своих игровых схемах братарей. За что иногда нужно платить. Юрий Ладыгин ошибся в не самой сложной ситуации и адресовал мяч бывшему партнеру Александру Бухарову. Нападающий бить не стал, поделился с напарником. И Дмитрий Пулас открыл счет и в матче, и своим голам в нынешнем сезоне. А вскоре Денис Терентьев отлично сыграл на перехвате, нашел передачи Бухарова. А тот снова не пожадничал. Пулас оформил дубль, и это к 14-й минуте матча. А помнится, питерцы смогли лишь во втором тайме, но только с помощью арбитра. Перед перерывом он показал капитану Ростовчана Александру Кацкану вторую желтую карточку. Хотя там на ногу наступили самому Кацкан. После удаления, к сожалению, пришлось очень... Опять второй матч подряд пришлось долго обороняться. Ну, скажу так, силы ребят не беспредельны. У нас за 20 дней пятая игра. И вторую игру подряд мы больше тайма играем в десятером. К сожалению. Если в первом тайме забивал только Ростов, то во втором лишь «Зенит». И начал опять же с помощью судьи. Кокорин заработал не самый очевидный пенальти, а новичок Жулиану с точки не промахнулся. На 72-й минуте Саид из-за Талахи срезал мяч в свои ворота. А на 85-й питерцы додавили прижавшийся к воротам Ростов. 3-2. В следующем туре, 20 августа, наш клуб примет дома тон. Стоит отметить, что новый наставник сборной России Станислав Черчесов вызвал на ближайшие товарищеские матчи сразу четверых ростовчан. Сослана Джанаева, Федора Кудряшова, Ивана Новосельцева и Дмитрия Полоза. Будем надеяться, что желто-синим парням удастся сыграть в форме национальной дружины. В свою очередь, футболисты ростовского СКА проиграли с таким же счетом, как и Ростов, в команде Машук КМВ. Армейцы пропустили уже на третьей минуте, но достаточно быстро счет сравняли. Евгений Лазарев элегантным и, что самое главное, точным ударом со штрафного не оставил шансов киперу. Правда, радоваться удалось недолго. Гости снова вышли вперед. И опять хозяева не стали горевать. Снова стандарт. На этот раз угловой удалось отлично разыграть. Последнее голевое касание на счету Михаила Борисова. Казалось бы, первый тайм так и завершится, но упертый Машук продолжал гнуть в победную дугу. Было сложно представить, что у соперников закончились боевые патроны. И после перерыва игра продолжится в холостую. Итог 2-3. СКА терпит первое домашнее поражение в нынешнем сезоне. Мы в первые минуты, в 30 минут запропустили 3 гола. О какой победе можно говорить. Нападающие сделали свое дело, группа атаки. Забили 2 гола. И это безобразие просто-напросто. Просто-напросто. Нельзя, непозволительно, чтобы из-под центрального защитника забивали 2 гола. Это просто ужас. Не повезло и юным армейцам. Кубок Виктора Понедельника им вряд ли удастся завоевать в этом году. В двух стартовых матчах два поражения. А у Академии футбола имени Виктора Понедельника есть отличные шансы отстоять престижный трофей. Мне будет приятно, когда ребята заиграют в первых лигах, в высших лигах, во вторых лигах пускай заиграют. Скажем так, в команде профессионалов. Вот этот показатель. Потому что это все хорошо, это здорово. Для них, конечно же, как для ребят это важный результат. Но я как тренер, я вижу вперед. Мне нужно, чтобы ребята стали футболистами в первую очередь. А в целом, для чего тогда все это? Это хорошо, это эмоции. Но на самом деле, конечно, хотелось бы, чтобы твой воспитанник играл в премьер-лиге. Ну, как, это в идеале. В дебютной игре турнира 14-летние академики обыграли сверстников из Таганрога. Даже не с хоккейным, а с рэгбийным счетом. 11-0. По четыре раза отличились Александр Водянек и Даниил Сгибнев. Да, оформить покер в стартовом матче дорогого стоит. В следующем туре Даниил вколотил еще парочку своим землякам из СКА. Теперь мы знаем, почему. Надо двигаться, найти ту самую лазейку, чтобы выйти там один на один или что-нибудь, отдать передачу. Естественно, я хочу заполучить с командой кубок и стать лучшим бомбардиром турнира. Братарь хозяев турнира Григорий Хайнян определился со своим футбольным амплуа после чемпионата Европы 2012 года. Парню очень понравилась игра голкиперов. А здесь на турнире Гриша уже две встречи провел на ноль. Сухари пока удалось сохранить, а голос уже успел сорвать. Я все поле вижу, и поэтому мне надо подсказывать игрокам, помогать им, страховать их. А тренер подсказывает, чтобы я не все знаю, наверное, и из-за этого не подсказывает тренер, чтобы мне было легче как-то. Чтобы мне подсказать, может, что-то я не вижу, как бы, ну, не все же еще могу. Сейчас мне было намного труднее играть с Таганрогом, потому что, ну, вся игра была на их половине, и я практически, ну, мне не было всегда быть напряжением, потому что одна атака, и мне могли забить гол. Было бы неприятно. Стоит отметить, что в этот раз уже традиционный ежегодный турнир Кубок Виктора Понедельника получился не международным, а всероссийским, точнее, южно-российским. Всего пять команд Академия футбола имени Виктора Понедельника, футбольная школа мастерства футбольного клуба Ростов, лидер из станицы Кущевская, СКА Ростов и ДЮС США номер один из Таганрога. Легендарный нападающий Виктор Понедельник планирует посетить турнир в пятницу во время заключительных поединков 19 августа. А на этом у меня все. Роман, слово вам. Лева, спасибо тебе огромное. Я напомню, это программа «Спорт на Дону», и сегодня у нас в гостях министр спорта Ростовской области Самвел Рубенович Аракелян. Мы продолжаем тему Олимпийского Рио и участия донских спортсменов на играх четырехлетия. Самвел Рубенович, а если взять в целом сборную России, Олимпийскую сборную России, вообще где, в каких видах спорта наши спортсмены могут рассчитывать на золотые медали? Ну, несмотря на все перипетии, несмотря на все сложности, вы видите, что наши спортсмены нас радуют, завоевывают медали золотые в том числе. И уже завоевано 30 медалей, из них 9 золотых. Я думаю, что еще медали золотые будут обязательно, и немало их будет. И все-таки наша команда доказывает, что мы великая держава в спорте. Очень надеемся на медали в синхронном плавании, в художественной гимнастике, в двух видах борьбы еще, в греко-римской и в вольной борьбе. Тхэквондо. Алексей Денисенко прямо по Льву. Алексей Денисенко, да. Ну, и надеемся все-таки, что наши игровики выиграют. Наши девчонки, да, гонболистки. За гонболисток, в частности, мы болеем. Мы, ростовчане, болеем за гонболисток, да, причем так. Но надеемся, что все-таки и пляжный волейбол у нас не останется без медали, и классический волейбол. Поэтому, вот, все-таки я думаю, что медали будут, и мы войдем в пятерку сильнейших в неофициальном медальном засчете. Надеюсь, тоже на это, Самый Лорбинович. Давайте так перенесемся из жаркого Рио на берега не менее жаркого Дона. Да. Недавно прошел день физкультурника. Знаешь, что сдавали нормы ГТО? Да, по поручению нашего губернатора Васильевича Голубева, мы день физкультурника отметили выполнением норм ГТО. Причем заявились все министерства, команды правительства, администрация города Ростова. Все прошло на таком, на очень высоком эмоциональном уровне. И венцом всему было соревнование по перетягиванию каната. Кто выиграл? Министерство спорта выиграло. Я причем не сомневался в этом. Да, выиграли. Причем приятно удивило Министерство труда и социальной защиты. Заинтриговали. Заняли второе место и выиграли у всех остальных команд. Причем так напористо, очень мощно. Третье место, они заняли второе место, а третье место заняла команда администрации города Ростова-на-Дону. Очень увлекательно. С размахом отметили, да, день физкультурника? Ну, так, я считаю, правильно отметили, да. Отметили там, где и нужно отмечать день физкультуры. Что же нас ожидает жителей Дона? Какие соревнования впереди масштабные планируются в нашем регионе? Ну, безусловно, Олимпийскими играми сезон не заканчивается. Ни российский сезон спортивный, ни спортивный сезон Ростовской области. Впереди еще предстоит очень много, в том числе и отборочных соревнований, сборные команды Российской Федерации для прохождения дальнейшей подготовки. Очень много у нас детских соревнований пройдет по подготовке уже к спартакяде учащихся следующего года. Мы будем комплектовать у нас спартакяда Дона, сейчас еще завершается, идет среди юношеских команд. Мы будем комплектовать команду для участия в восьмой спартакяде, летней спартакяде учащихся России. Ну, из таких крупных событий я бы хотел отметить чемпионат России по боксу среди женщин, который пройдет 5 сентября в Алгодонске. Обещает быть таким красочным, мощным мероприятием. Ну, и пройдет уже старший традиционный детский фестиваль «Дети в спорт». Мы проведем во Дворце спорта, где такая своеобразная ярмарка видов спорта проводится ежегодно. 60 федераций выставляют свои стенды, показывают, что представляет из себя вид спорта, дают попробовать на деле. Увлекают детей, да? Да, да, общаются. Дети, посетители имеют возможность общаться с великими спортсменами. Приглашаем в прошлом году, приглашаем мы извне спортсменов. В прошлом году Третьяк посетил с нашим губернатором Васильевичем праздник. Вот. То есть, как бы, такой праздник, он такой добрый, хороший праздник, как ярмарка спорта. Да, и каждый... Дети приходят с родителями, с дедушками, бабушками. И каждый пришедший может посмотреть, пощупать снаряды, пощупать тренажеры, попробовать упражнения какие-то. Им проводят мастер-классы «Олимпийские чемпионы». Поэтому такое хорошее мероприятие. В прошлом году 15 тысяч человек в течение дня посетило. А в этом году планируется больше, так думаю. 3,5 тысячи детей записались в секции в прошлом году. Они увидели, что это такое, и записались. В этом году, ну, мы по нарастающей, живем по нарастающей, да. Надеюсь, что будет больше, да. Самолдор Бенович, вы у нас первый раз. В студии, вот, напоследок, ваши ощущения. Комфортно? Мне да. Мне комфортно, да. Вот. Мне приятно, когда говорят о спорте, говорят позитивно. Потому что спорт – это вся моя жизнь. Я с 5 лет в спорте, с 5-летнего возраста, где-то с 20, с 19-20-летнего возраста в большом спорте. Поэтому все, что касается большого спорта, все, что касается вообще спорта, для меня и приятно, и комфортно. Я там себя хорошо чувствую. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам. Надеемся, что вы не последний раз у нас в гостях. Спасибо за приглашение. Я тоже надеюсь, что будут еще приглашения. Дорогие друзья, а на сегодня это все. Это была программа «Спорт на Дону». Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин